Советы по приему пищевой солы Есть простой тест, который позволяет понять, закислен ваш организм или нет, понаблюдайте за своим дыханием. Если дышать легче через левую ноздрю, организм закислен. Если легче дышать через правую, ощелачен. Если обе дышат одинаково, ваш плаш в норме. Примерно одинаково дышат. Для коррекции ацидоза назначают от 3 до 5 грамм пищевой соды в сутки. Значит, это Машковские лекарственные средства 1985 год, том 2, страница 113. Если использовать большие дозы пищевой соды, разведенные с водой, то они не всасываются в кишечники, вызывают понос и используются как слабительное средство. Итак, пищевую соду рекомендуют применять с теплой водой, начиная с половиной чайной ложки 2 раза в день. Приучить организм к соли следует длительно. Вообще, существует несколько рекомендаций по приготовлению раствора пищевой соды. Например, просто залить крутым кипятком, а затем охладить до 50-60 градусов. Сода от тепла гасится, быстро проходит в желудок и тонкий кишечник, где ее всасывается. Гашение – это реакция распада питьевой соды на соду, углекислый газ и воду. Если она происходит в желудке, то может повредить слизистую оболочку желудка. Чтобы избежать этого, ее гасят в горячей воде. Эффективный распад пищевой соды на составляющие компоненты начинается с 60 градусов и выше. То есть, рекомендация Нюну Вакина гасить пищевую соду при 60 градусах примерно на этом и основана. Возможно, при дальнейшем повышении температуры, сама температура может как-то воздействовать на компоненты соды. Но, тем не менее, лично я – крутым кипятком. Простой прием. Для тех, кому сода кажется очень противной, можно на защищах полоскать рот раствором соды в горячей воде. Через слизистые оболочки рта сода попадает в кровь. Раствор пищевой соды подбирать самому. Чем крепче, тем лучше. Все равно выплюните. В качестве примерно на пол чайной ложки, на пол стакана воды. Полоскать не менее минуты, тем длительнее, тем больше усносится. Нормальные приемы. Ежедневно, натощак, два раза в день, за 20-30 минут до еды. Выпить горячую воду, в которой растворена половина чайной ложки соду. Соду можно также принять в сухом виде, запивая обязательно горячей водой. То есть, я вообще-то, так как применял соду, посоветую все-таки выпить раствор соды, вот чайную ложку на стакан воды. Чайную ложку погасить пол стакана крутого кипятка, чтобы она зашипела. И для того, чтобы можно было выпить, далее половину еще стакана добавить. И тогда можно выпить. Лично я так делал. Ударный прием. Применяется временно, когда вокруг люди с заразными вирусными заболеваниями. Принимать натощак утром и вечером по пол чайной ложки соды в стакане горячей воды. Помните, пищевая сода более активна в теплой воде. Поэтому, чем горячая вода, тем она полезнее. Это важное условие. Но, естественно, мы не можем пить воду, температура которой больше 50 градусов. Мы просто-напросто обожжемся. Поэтому, где-то температура 40-45, это то, что надо. Важное дополнение. Соду нужно пить строго натощак и дать время ей уйти с желудка. Если же в желудке идет пищеварение, то прием соды его нарушит. Запомните это. Именно это ведет к тому, что портятся желудки. Поэтому, принимайте соду правильно. Утром натощак. Вечером лучше длительно пополоскать рот, а остатки выплюнуть. В этом случае сода сосется в круг и не нарушит вечернего пищеварения. Запомните эти правила. Белковые продукты, крупы, сладости закисляют организм. Овощи и фрукты красного цвета ощелачивают. Содовые ванны. С помощью содовых ванн восстанавливают упругость кожи и сбрасывают лишние килограммы. Конечно, они должны сочетаться и с другими мероприятиями по улучшению кожи и сбросу лишнего веса. Питание, двигательная активность, массажа, водные процедуры и прочее. Я всегда подчеркиваю, что только коренная смена образа жизни приведет к долгосрочному, стабильному результату. Любые иные мероприятия после их прекращения, возвращение к прежнему питанию, двигательной активности, прежнему образу жизни приводят к обратному результату. Сброшенные с трудом килограммы с лихвой возвращаются в самые короткие сроки, а в дальнейшем сбрасываются все хуже и хуже. Поэтому, принимая по определенной схеме ванны с раствором пищевой соды, можно сбросить несколько килограммов, стать стройнее в талии и бедрах и даже избавиться от целлюлита. Во время приема горячей содовой ванны поры кожи открываются, и содовый раствор по закону осмоса проникает в ткани организма и запускает ряд полезных для организма процессов. Перечислим им. Происходит очистка лимфатической системы, а значит и всего организма. Нормализуются обменные процессы в организме. Благодаря свойству активировать биохимические процессы в глубоких слоях кожи, пищевая сода является отличным антицеллюлитным средством, особенно в сочетании с эфирными маслами и массажем. Содовая ванна весьма благоприятно влияет на кожу, снимает воспалительные реакции и аллергические проявления, смягчает кожу и делает ее более гладкой. Значит эти процедуры полезны при дерматитах, сиболее, сухой экземе, грибковых поражениях кожи. Они отлично справляются с огрублением кожи на локтях и пятках. Важно отметить, что содовая ванна поможет устранить дряблость кожи, которая появляется после слишком быстрого сбрасывания веса тела. Содовая ванна снимает усталость, успокаивает нервную систему, вызывает глубокий расширяющий эффект и придает силы. Она считается лучшим средством от бессонницы, эмоциональных стрессов. А расслабляющий эффект от ее лучше всего проявляется тогда, когда PH воды соответствует таковому околоплодных вод. То есть PH 8,5. Это пачка соды на ванну. Применяйте их, чтобы снять напряжение и расслабиться после эмоционального переживания, сложного рабочего дня, тяжелых физических нагрузок. Содовые ванны улучшают венозное кровообращение, устраняют отеки ног. И еще одно интересное свойство у содовых ванн. Они увеличивают зачатие в разы. Оказывается, что прием содовой ванны перед соитием несколько сдвигает кислую среду влагалища в сторону щелочной, которая благоприятна для продвижения сперматозоидов по половым путям. Ведь в кислой среде они вообще гибнут. Есть такое мнение, что если принять серию содовых ванн обоим супругам, а после произвести зачатие, то рождаются мальчики. Небольшое отклонение. Дело в том, что нормальная среда у женщины влагалища, кислая, это защитная реакция организма от того, чтобы что-то через такой вход проникало внутрь организма. Во время же полового акта, если он быстрый, то у женщины не выделяется так называемая смазка, которая в основном имеет щелочную природу. То есть если быстрый акт, женщина не возбуждена, то вот это кислое содержимое, оно просто-напросто инактивирует сперматозоиды и зачатия особо не будет. Зато если половой акт желанный, если он продолжительный, если также происходит последовательность физиологических реакций от проникновения полового органа внутрь, раздражения, выделения смазки, наступления прочих проявлений, то выделяется секрет, который наоборот способствует тому, что среда становится щелочной и именно в этой среде сперматозоиды могут легко развиваться, продвигаться внутрь. И более того, даже обычно под конец нормального полового акта, если он нормальной продолжительности, происходит сокращение, которое засасывает, ну как бы создает вакуум, который способствует продвижению и сперматозоидов, и вот этого секрета щелочного внутрь организма. То есть вот тогда-то происходит зачатие. Ну это так справка. Принимает содовую ванну для получения лучшего эффекта следует курсами из 10-12 процедур. Одна процедура заключается в приеме ванны в течение 15-30 минут. Оптимальное время 20 минут. Далее следует день отдыха. Эффективность содовых ванн возрастает, если перед их приемом совершать небольшую прогулку 20-30 минут по свежему воздуху. Это усиливает циркуляцию крови, лимфы в организме, которые будут разносить в сосавшуюся соду по организму. 200 граммов пищевой соды растворите в небольшом количестве горячей воды. Полученный концентрированный раствор добавьте в теплую ванну объемом 150-200 литров. Температура воды в ванной равна температуру тела, то есть 36-37 градусов. Существует и другая рекомендация, которую дает Агулов. На содовую ванну 200 литров 7 столовых ложек пищевой соды. Большее количество сушит кожу и потому не нужно, а вредно. Ну вот такая вот рекомендация. Можете попробовать и сравнить. Содовую ванну принимают сидя, не погружая область сердца в воду. Это особенно важно для страдающих болезнями сердца. Участки тела, не покрытые водой, смачиваются, самостоятельно обмывают руками. Во время приема процедуры вода будет остывать. Чтобы этого не происходило, подливайте горячей воды. Есть рекомендация. Даже чуть повыше температуру воды до 38-39 градусов, чтобы усиливать действие раствора соды на организм. По завершению приема с содовой ванны обмываться не следует. Лучше завернуться в теплый плед и лечь отдохнуть. В этот период происходит постепенно закрытие пор кожи и усиленное поглощение всего, что расположено на коже. В идеале принимать с содовую ванну следует на ночь. Если такой возможности нет, то после процедуры полежите до полного высыхания тела и закрытия пор кожи. После приема содовых ванн из-под кожи могут выходить паразиты в виде мелких червячков. Это по материалам огола. По окончании курса содовых ванн повторить его можно не раньше, чем через 2 месяца. Для лучшего сброса лишнего веса можно дополнительно к содовой ванне добавлять еще от 500 грамм до 1 килограмма морской соли и несколько капель эфирного масла. Это еще сильнее усилит обменные процессы в организме и сожжет лишние килограммы. Важно понимать, что наш организм объединен с солями, в которых много морской соли и восполнение их благотворно сказывается на всем организме и его кожных покровах. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!